Это Lenovo Tab M10 Plus 3-го поколения. И в этом видео я расскажу, почему его не стоит брать и какой планшет вместо него взять. С вами я, A&Lex, это Lenovo Tab M10 Plus. Погнали! Далее по начинке стоит процессор Octa-Core 2M24. Это плохой процессор для планшета, который стоил 15 тысяч. Первый минус этого планшета, это обновление. Здесь стоит Android 12, Android 14 сюда не накатит. И обновление безопасности будет только в 2022. Второй минус Lenovo Tab M10 Plus это его экран. На камере не видно, но он сильно мелькает. И плюсом здесь стоит IPS-экран 1080 на 200 мегапикселей. Третий минус этого планшета, это аккумулятор. Вообще, пишут, что аккумулятор довольно хороший. И зарядка там 20-ваттная. Но в использовании аккумулятор будет садиться где-то за часа 5. Аккумулятор тут не очень хороший. 700 мА в час. И заряжается он от 20-ваттного адаптера. Четвертый минус Lenovo Tab M10 Plus это малодоступные аксессуары. В принципе, вы сможете найти какой-то чехол из Китая и все. Венсу любые, даже оригинальные от Lenovo не будут поддерживаться. Пятый, но незначительный минус это камера. Передняя камера 8 мегапикселей и задняя тоже 8 мегапикселей. Шестой минус это его долговеченность. Планшет будет проживать где-то вам год. И после года его надо будет сбрасывать до заводских настроек. И седьмой минус это сенсоры. В этом планшете сенсоры очень ужасные. Очень плохие и еле как нажимаются кнопки. Но это зависит от какой оперативной памяти вы берете. Вообще, за его цену он оправдывается. Но лучше вместо Lenovo взять какой-нибудь Redmi. Он намного будет быстрее и долговечнее. Но если еще чуть-чуть денег его подкинуть, то можно будет купить планшет от Samsung. Или можно взять у Google iPad. Lenovo Tab M10 Plus очень медленный. Экран у него ужасный. И он даже шумит, когда запускает что-то тяжелое на нем. Это худший планшет, который есть. Лучше взять подороже, но Samsung. Или взять Google iPad. С вами был я, Аль Энн Лекс. Это обзор худшего планшета. И всем пока. До новых встреч.